Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве. Удал 21, преследуйте на марку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире ДПСНО УТС. Меня зовут Анастасия Бойко. И в каждом выпуске программы свежие дорожные новости. Уснул на проезжей части. Рено Логан наехал на мужчину. В области проходит операция трасса. Инспекторы проверяют вес и скорость авто. Прощайте бумажные документы. В России выдали первые электронные ПТС. По традиции начинаем выпуск со сводки дорожно-транспортных происшествий, которые за одни сутки зафиксировали инспекторы на дорогах Новосибирска и Новосибирской области. 27-летний мужчина. Скорее всего, пьяный. Уснул на проезжей части. Водитель Логана поздно заметил пешехода, поэтому не успел выкрутить руль. Молодой человек был доставлен в больницу с ушибами и ссадинами. Владелец Вольцвагена решил развернуть авто, но нарушил правила дорожного движения. Иномарка врезалась УАЗ «Патриот», затем ее отбросила в РАВ-4. В результате ДТП пострадали два пассажира Вольцвагена. Одна женщина госпитализирована с переломом ключицы, другая делалась легким ушибом. Еще один пешеход был сбит в зоне нерегулируемого перекрестка. Автомобиль «Датсун-Ондо» следовал по Кропоткино в сторону и по Дромской. Пострадавший отделался незначительными повреждениями. Водитель «Лады Приора» получил тяжелые травмы в серьезном ДТП на Мачищенском шоссе. Машина двигалась в направлении дачных обществ, но при неустановленных обстоятельствах съехала с дороги и врезалась в дерево. Ребенок попал под колеса автомобиля. Водитель «Пятерки» не заметил пешехода, который пересекал дорогу вне зоны «Зебры». В результате ДТП 15-летний подросток попал в больницу с тяжелыми травмами. Мужчина, личность которого пока так и не установлена, попал в реанимацию после ДТП на Волочаевской. «Мазда Трибьют» двигалась в сторону Есенина, передними колесами наехала на поребрик, затем перевернулась. В регионе стартовала операция «Трасса». На областных магистралях инспекторы 2-го полка ДПС будут работать в усиленном режиме. В зоне массовой проверки и грузовики, и легковушки. Развернут дополнительные пункты весового контроля. Многолосные фуры с перегрузом в город не пустят. На отдельных участках выставят экипажи с бинарами. Приборы, которые на расстоянии до 400 метров, высчитывают скорость автомобиля и записывают нарушения на камеру. Такой гаджет можно использовать как в ручном режиме, так и закреплять на передней панели патрульного авто. Напомню, если превысить скорость на 20 км в час, придется платить штраф в 500 рублей. Если на 60, по решению суда можно остаться без прав минимум на полгода. Минтранс предложил перераспределять деньги с оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь на эти средства будут ремонтировать дорожное полотно. С начала 2019 года деньги нарушителей будут полностью поступать в региональные дорожные фонды. На эти средства регионы будут устранять недостатки местных автомагистралей, устанавливать новые светофоры, разметки, ограждения и освещение. По мнению экспертов, нововведение поможет устранить аварийно-опасные участки дорог и снизить количество ДТП. В МВД опубликовали новый проект внешнего вида водительских прав. Документы будут выдавать со встроенными микрочипами, которые содержат информацию о собственниках транспорта и их авто. Надпись «Водительское удостоверение» будет продублирована на английском и французском языках. Удостоверение с чипами получат новоиспеченные автомобилисты и те, у кого срок действия прав закончился. В этом году планируют выдать почти 10 тысяч документов. В стране выдали первые электронные ПТС. Правда, всего два свидетельства. Представители Минпромторга говорят так мало, потому что система еще не доработана. До конца не готов регламент по правилам регистрации машин, на которые может распространяться действие электронного паспорта. Хотя закон вступил в силу еще 1 июля. Тестовый режим нового документа продлится до 2019 года. Затем все автомобилисты перестанут использовать бумажные свидетельства о техническом состоянии транспорта. С 1 сентября правительство намерено снизить таможенные сборные иномарки. Речь идет как о новых, так и о поддержанных машинах, которые импортируют в Россию. Новые пошлины будут также работать на территории Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. При этом на машины местного производства тоже будут введены скидки, а утилизационные сборные иномарки наоборот повысят. В продолжении программы рубрика «Две беды». В ней кадры столкновений, которые сделали либо очевидцы аварии, либо их участники. Все ролики находятся в свободном доступе в интернете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...